Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы вернулись на мой канал. Я очень надеюсь, что вы смотрели мои два предыдущих видео, потому что это видео продолжение. И это фотографии из галереи, которая находилась на этом лыжном курорте. Там я видела вообще три галереи, но в этой были акварели. И вот сейчас всё, что вы видите, это акварель. Художника зовут Крис Кристенсен. И когда я их спросила, откуда он родом, то они мне сказали из города Сан-Хазей. А это как раз там, где живу я. Но я этого художника не знаю и никогда его не видела и даже не слышала его имя. Вы сами судите, нравится вам этот стиль или не нравится. Я хочу сказать за себя, что это не мой стиль. Я, например, в этой галереи даже не досмотрела все работы до конца. Там было примерно пять залов. И я просмотрела только один зал, но, правда, посмотрела внимательно. И все эти фотографии в этом одном зале. А потом мне надо было уйти, потому что у меня начинала болеть голова. И я думаю, что это из-за того, что очень много цвета, сильно яркие картины и сильно много всего. Это маленький участок картины, который размером по ширине 90 сантиметров. Вот она, эта картина. И в этой галереи она вывесена за 45 тысяч долларов. Вы знаете, что такое 45 тысяч долларов? Там можно Пикассо купить. Я это знаю, потому что одной моей знакомой была картина Пикассо, небольшая, правда. Ей были нужны деньги, и она ее продала за 10 тысяч долларов. А галерея потом ту картину выставила за 100 тысяч долларов. А эта картина того же художника продается за 35 тысяч долларов. И я их, конечно, спросила, почему. Размер этой картины такой же, как и другой картины. Но они мне сказали, что это из-за того, что они смогли купить эту картину дешевле. Но сколько они заплатили художнику за эту картину, они мне, конечно, не сказали. Дело в том, что я знаю из других источников. Галереи обычно покупают картины в 10 раз дешевле, чем потом они их продают. Иначе им просто нет смысла этим заниматься. Давайте посмотрим интернетовскую страницу этого художника. Так, он здесь пишет, что у него есть своя галерея. И это картины, которые сейчас у него есть в этой галереи и готовы к продаже. Посмотрите, сколько деталей. И там, в галерее, мне можно было подойти очень близко к этой картине и очень близко сфотографировать. И потом просмотреть на телефоне. Так, у него мазки толщиной от кисточки номер 1 до кисточки номер 4. Номер 4 это тонкая кисточка. У меня мои кисточки начинаются с номера 4 и выше. А вот смотрите, он в интернете показывает, что у него есть эта картина в его галерее здесь на продажу. А точно такая же картина висит в той другой галерее, которая была в другом городе. Получается, что он производит много одних и тех же картин и их постоянно продает. Это, кстати, очень часто у художников, которые на этом делают деньги, на этом зарабатывают. Они нарисуют 2-3 картины, которые хорошо, дорого продались. А потом они начинают повторять эти же самые картины. На его странице я не нашла ни одного слова о технике. А именно я имею в виду, сколько слоев наложено здесь. Я-то знаю, что их там 50-60, а может и больше. Также нет упоминания, на какой бумаге это нарисовано. Там в галерее я рассмотрела, что бумага эта гладкая. То есть, либо это Fabriano Soft, либо Arches Hot Press, горячий пресс. Ну а сама акварель, конечно же, должна быть дорогая. Я имею в виду краски. Это должны быть либо Daniel Smith, либо Winsor Newton, может какая-то дорогая европейская фирма. А вот сейчас я вам покажу интернетовскую страницу другого американского художника, который тоже рисует в таком суперреализме. Вот его страница. Его зовут Лорен МакКракен. И он очень знаменитый в Америке. Он такой очень простой, очень открытый человек. И если вы ему зададите какой-нибудь вопрос о технике, о красках, о бумаге, о чем угодно, он вам расскажет все на чистоту, как есть. И расскажет, и покажет. Он преподает очень много мастер-классов. И, кстати, интересная информация. Он начал работать акварелью в 57 лет. И его мастер-классы обычно длинные, по 3-4 дня. И он проходит весь этот процесс с людьми очень подробно. Я лично никогда не была на его мастер-классе, но потому что это не тот стиль, который меня привлекает. На каждую работу у него уходит в среднем 600 часов. 600 часов – это 75 дней по 8 часов. И такую точность в акварели можно получить только на горизонтальной поверхности, если работа на столе и рука твердо лежит на столе. А вы знаете, что это значит? Это значит боль в руке, боль в локте, боль в плече, боль в шее, головная боль. Из-за того, что голова постоянно смотрит вниз, будет большая усталость в глазах и, скорее всего, бессонница. И я всё это знаю, потому что у меня есть знакомые, которые так рисуют. И я знаю, чем они мучаются и чем они страдают. Но по-другому они не могут, потому что, когда они рисуют по-другому, у них это не получается. А их тянет вот к тому, чтобы было вот так похоже. Пожалуйста, не воспринимайте то, что я говорю, как критику. Это чисто моё впечатление от таких работ. Вот. Сам факт, что сделано великолепно, что потрачено невероятное количество часов работы. Очень многим людям такие работы нравятся. Мастер-классы этого художника всегда расписаны на два года вперёд. Я имею в виду, что надо стоять два года в очереди, чтобы к нему попасть. Вот это его работа, которая мне нравится. Если бы я захотела пожертвовать собой, чтобы написать работу в гиперреализме, то, скорее всего, я бы написала нечто похожее на это. А всё остальное с бутылками, с вином, со стаканами, с бокалами, оно как-то меня не привлекает. На этой странице он ещё показывает очень много разных цветов. И я знаю несколько человек, кому такие работы нравятся, вот именно такие цветы. Меня больше привлекает нечто вот такое, как лафе. Например, когда более размытая, когда больше неопределённости, когда много потерянных размытых краёв. Но каждому нравится своё. Ну что же, на этом я буду заканчивать свой обзор. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Я надеюсь, что вы получили полезную информацию. До свидания. Всего вам хорошего. Успехов в вашем творчестве. Возвращайтесь на мой канал.